Можно ли охотиться с арбалетом? Что делать, если у вас арбалет более 43 килограмм? Или менее? Как оформить свой арбалет? Или купить новый? На все эти вопросы в сегодняшнем видео. А поможет нам в этом разобраться эксперт, охотник, представитель оружейного магазина Артемида Сергей Бешенцев. Добрый день, Сергей! Салют! Для наших зрителей пару слов о себе. Я Сергей Бешенцев, охотник, занимаюсь кинопроизводством для телеканала. Охотник-рыболов. Это такая, скажем, не волонтерская деятельность, но это такая миссия, которую я считаю. В общем-то, благодаря этим фильмам, через канал Охотничий, в свое время мы продвигали охоту с луком. Я считаю, что в медийном пространстве, это еще в 2008 году мы это начали делать, запустили проект. Цикл назывался Охота с луком. И вот сегодня, 22-й год на дворе, многое сделано, хотя и долго. То есть, охота с луком легализована. Легализовано стрелково-медательное оружие, сейчас оно называется по закону об оружии, именно так, с которым можно охотиться. Наши правила охотничьи, я считаю, самые демократичные правила, то, что касается охоты с луком и арбалетом в мире. Потому что у нас можно охотиться на все, есть преференции. К сожалению, этого не используются в полной мере, те возможности, потенциал, которые есть именно охотниками. Ну, про законы мы еще поговорим. Хотелось бы узнать именно о тебе, о том, как ты пришел к охоте и, в принципе, что в твоей жизни занимает охота. Охотой я занимаюсь, ну, если быть формальным, то больше 30 лет, если в целом, то где-то лет 7, да. Вот, мне 51 год, вот можно там посчитать. То есть, всю свою сознательную жизнь занимаюсь охотой. Держу собак, у меня 5 лайк. Луки, арбалеты зарегистрированы на сегодняшний день. Охотничье, нарезное, гладкоствольное оружие. Объездил полмира и с луком, и с огнестрелом. Поэтому имею представление, что такое охота в разных ее проявлениях. Ну, вот я когда готовился, читал, не помню, на каком ресурсе, но видел, что твое любимое оружие – это именно лук. Да. Почему? Потому что охота с собаками, держу лайк, она мне давала возможность всегда дистанцию минимизировать. И всегда стоял вопрос, ну, когда дистанции, там, 20-25 метров, работает собака, потому что кабану, лосью. Ну, просился, в руки лук, руки прям чесались, потому что такие дистанции были возможны. И я считаю, почему у нас массово невозможно, ну, не то, что невозможно, а она непопулярна охота с луком, потому что наличие дичи и у человека, у охотника иметь вот такую возможность, она есть очень у маленького процента. Ну, кто может либо иметь такую охотничью собаку, либо охотиться в угодья, где очень много дичи. Вот. Поэтому процесс развития, он такой идет очень-очень, как бы, там, плавный. Вот. А я пришел как раз через, скажем так, искушение в охоте с луком. То есть у меня всегда было много, я охотился, да, говорю, как с раннего детства. Опять же, какие собаки. Человек такой со временем стал усидчивый, поэтому те дистанции, которые мне удавалось скрадывать зверя, они были минимальны, и ставил вопрос вот именно там, честно-нечестно, и вот лук как раз, он пришел ко мне где-то там, в 2008 году. Вот я с этого времени занимаюсь охотой с луком. Ну, скажем так, уже серьезно. Ну, тогда еще у нас было запрещено, то есть за границей, тогда это там. А как это, со своим луком надо ехать? Тогда это был КСО, то есть 60 фунтов, не было никакой проблемы поехать там в ту же Африку, там, Гренландию и так дальше. Ну, там, где я охотился, Прибалтика, Германия, Франция, там нет такого жесткого законодательства относительно оружия. То есть такие критерии именно связаны с силой натяжения, ограничивающей, они есть только у нас, у белорусов. В Африке есть рекомендованные, скажем, характеристики лука, ну, скажем, в зависимости на кого ты охотишься. Если это большая африканская пятерка, то это там не меньше, там, 75 фунтов. Так рекомендуют не меньше 65, вот. Но вот такого жесткого, прям, на уровне закона, такого нет. Ну, то есть люди сами себе дают отчет, если они идут на льва, там, на слона, то, там, скажем, 55 фунтов или те же 60, но это явно там маловато. Потому что нужно посылать стрелу, там, массой порядка, там, 700-800 грейнов с хорошей скоростью, с двухтезвийным бродхедом, вот, пробить какого-нибудь, там, толстокожего животного. Таилу, я напрашиваю, вопрос, какой максимальной дистанции удалось добыть? Я никогда не стрелял в задачи, там, максимальных дистанций, потому что есть понятие у лучников, этическая дистанция, то есть это порядка, там, до 35 метров. Ну, стреляла и на 45 метров, и на 50. Ну, это какие-то, скажем, такие ситуации, такие рафинированные, идеальные, когда ты понимаешь, что нет ветра, либо он правильный, ничто тебе не мешает, у тебя удобное положение, как-то идеально стоит животное. То есть, все должно сложиться вот так, что ты уверен, что попадешь прям четко. И на каком луке ты остановился? Ну, у меня сейчас, скажем так, реплика, которая собрана на базе Прайма, то есть он меня перекочевал в свое время, мы привели его в соответствии, он теперь у меня стрелковое метательное оружие. Это бинарный блочный лук с двойными блоками, мега-надежная конструкция, позволяет держать настройки в самых жестких условиях, стабильно выпускает стрелу в дождь, снег, в любую непогоду. А что значит перекочевал? Это какая-то запчасть, то есть какой-то, конечно, качался, да? Был принят закон, да, получилась возможность, ну, скажем, охотиться стрелковым метательным оружием, вот в магазине Артемида. Почему? Потому что у магазина есть соответствующие лицензии на ремонт и производство. Закупили соответствующее оборудование, разработали технические условия, то есть это регламенты, которые должны подходить под крем-требования, под ГОСТы, ГОСТы по маркировке. То есть мы руководствуемся, там, такими документами ГОСТы на луки, стрелкового метательного оружия, это сила натяжения больше 27 кг сил, ГОСТы на арбалеты, сила натяжения больше 43 кг сил, ГОСТы по маркировке испытаний на стрелкового метательного оружия, ну, вообще, и на КСО, в том числе, это одни и те же ГОСТы, но отдельно есть КСО конструктивно схожие, и отдельно по стрелково-метательному оружию. То есть на стрелковом метателе всегда написано, что это стрелковое метательное оружие? Оно маркируется по-другому. Там не напишено, что стрелково-метательное, там есть его серийный номер, есть логотип производительного, сделанного в России, и характеристики основных частей. Основной частью у нас являются плечи, и на луке это ручка, на арбалете это тоже направляющие арбалетки. То есть маркировка наносит характеризующую силу натяжения на плечах, то есть если это планки раздельные, то на каждой планке, если планка сплошная, соответственно, только в одном месте. То есть это можно будет посмотреть на арбалете, который у нас произведен, сертифицированно, испытан как раз как стрелково-метательное оружие. То есть стрелковое метательное оружие, оно регламентируется законом об оружии. 150-й федеральный закон об оружии, он как раз классифицирует. Этот термин появился у нас два года назад. Раньше у нас в ГОСТах фигурировали луки охотничьи, охотничьи-спортивные, и луки для спорта, отдыха и развлечения. Ну и там детские луки было три категории. Сейчас появилась вот эта новая категория, стрелковое метательное оружие, под нее переделывались ГОСТы. Потом у нас был такой перерыв один год, когда нужно было подтянуть постановление правительства, которое регламентирует сертификацию. Мы это постановление правительства ждали, потому что это такой большой портфель изменений, касаемых различных отраслетей. То есть луки там с арбалетами на 125-м месте. То есть в соответствие перевели это постановление, оно было раньше 982-е, сейчас номер уже не помню. Привнесли туда новую терминологию, стрелковое метательное оружие. Были прописаны на основании каких ГОСТов проводится испытание сертификация. Вот, то есть приведя в соответствие все вот эти вот постановления, законы и так дальше воедино. Сейчас на сегодняшний момент можно завозить эти луки и продавать с этими характеристиками. И организации, имеющие соответствующие лицензии на производство, именно оружие, соответственно, могут их производить. То есть получается сначала ввели такую категорию, как луки для охоты, и год никто не мог просто их оформить. Их не могли сертифицировать. То есть мы сертифицировали изначально по тем нормативам постановления, которые было. Это постановление, оно не то что утратило силу, появилась новая терминология. Чтобы эта терминология билась, скажем так, с аккредитацией сертифицирующих органов. У нас есть органы по сертификации, которые занимаются сертификацией оружия. Туда уже должна быть привнесена эта терминология. То есть вот где-то провал в годе, он такой был. Сейчас это несоответствие устранено. То есть вот уже начало 22-го года мы как раз уже... Здесь получается, что вот этот лук охотничий, это первый в России лук зарегистрированный. Да. Круто. Ну он был. Сейчас уже дело идет к сотне зарегистрированных луков, арбалетов. Ну процесс не близкий, но вот как бы наша задача сейчас людям дать ответы на какие-то вопросы. Потому что спустя уже такое время у многих до сих пор белое поле в этом, что разве можно охотиться с луком, арбалетом? Конечно можно, даже нужно. Более того, у нас даже в комментариях писали, что человек хотел с этим и затачиться. Пошел в соответствующие органы, а там сказали, а мы вообще не в курсе, как с этим работать и что с этим делать. Ну беда в том, что у всех нет... Они не разделяют по категориям. То есть у нас сейчас появилось две основные категории. Это конструктивные схожие с оружием изделия. С ним нельзя охотиться. Оно не является оружием. Это, кажется, всегда было. Да, она была всегда. Дополнительно появилось стрелковое метательное оружие. Определенных характеристик, которые я уже озвучил только сейчас. Это оружие имеет определенный статус. Оно уже оружие. Соответственно, весь его оборот происходит как оружие. То есть оно может продаваться либо только в оружейных магазинах, имеющих соответствующую лицензию, либо вы как физлицо можете его ввести на себя. Ну вы тогда сами его сертифицируете, испытываете, несете вот это вот как бы все время. Соответственно, чтобы его привезти, а привезти его можно, ну не знаю, сейчас, наверное, только из-за границы. Либо у организации, которая его произведет здесь, купить и оформить уже как физлицо. Но на сегодняшний день организация, которая продает официально и легально стрелковое метательное оружие, это Артемида. Не потому что Артемида какой-то там монополист. Просто рынок настолько узкий и маленький, что остальным нет до этого как бы дела. Ну да, это сколько надо перелопатить, понять эти законы. То есть Артемида прошла очень большой, скажем, такой тернистый путь. Есть свои там эксклюзивные наработки. Придено в соответствие и технические условия, закуплено оборудование. Персонал получил определенную квалификацию. То есть это не просто взял и сделал. Это крем-требования, это Росгвардия, которая все это контролирует. Это книги учета, это паспорта, сертификаты. Ну, это такое непростое дело. О, маленький, что-то могу сказать. Ну, не вопрос. Надо просто смотреть, замерять его характеристики, что мы можем сделать, чтобы привести в соответствие. Ну, скажем, конструктив вот такого класса арбалетов вполне себе может быть охотничим. Понятно, что, скажем, короткие плечи, ход тетивы, ну и сама разгон стрелы в виде такой планки, он не позволяет иметь максимальные характеристики. Но, скажем, те же усилия, там, в те же 50-55 килограмм позволяют спокойно охотиться на того же, там, не знаю, сурка, мелкого кабана. Даже большого клуба, да? Да, есть ряд животных, у которых вполне хватит характеристика именно вот такого арбалета. Некрупные животные, птицы, опять же. Вот, поэтому вполне себе может быть и вот такой арбалет. То есть даже арбалет-пистолет можно зарегистрировать, привести его к оружию? Надо смотреть по ТУ, я сейчас не помню, который у нас есть. Там есть критерии массогабаритные условия. Соответственно, вот будет он вписываться со складной ручкой, стреляет ли он, при этом не стреляет, надо смотреть, разбираться. Вот в таком положении точно да. Вот. В сложном состоянии. Может быть, придется фиксировать спусковой механизм, чтобы он, условно говоря, в сложном состоянии стрелял. А, да, что такое тоже может быть. Ну, как у нас ружье есть с откидным прикладом на там всяких калашоидах. Поэтому надо смотреть по ГОСТу, по ТУ, приводить в соответствие, ну, чисто теоретически, именно по конструктиву, к вопросу об охоте. Что вот с арбалетом, скажем, такой конструкции, его характеристика хватит на определенные виды там зверей и птиц. То, что касается его массогабаритов, надо смотреть, куда он вписывается-то. Сейчас на вскидку не готов сказать. А так выглядит как бы так интересно. Ну, и взводится, соответственно. Если мы приведем в некое соответствие, я думаю, что вот эти механизмы придется как-то тоже усиливать, менять. Потому что, может быть, их будет недостаточно, не знаю. Да нет, их будет достаточно. Ну вот. А так удобно. А обслуживание этих арбалетов и лука только тут, получается, можно сделать? То есть нельзя притикнуть к мастеру, чтобы он поменял ТУ? Стрелковое метательное оружие можно обслуживать только в мастерских, оружейных, имеющих соответствующую лицензию и аккредитацию. А если, я знаю, многие так, типа, купят арбалеты, там, я не знаю, тросики подкрутят, чтобы там чуть-чуть помощнее было? Не, ну, в домашних условиях все, что вы можете условно сделать, там, не знаю, обслужить ту же тетиву, воском ее распрессовать, снять, если вы это делаете сами, как бы не проблема. Сейчас же новые вышли крем-требования по оружию вообще. Если вы их посмотрите, то там даже, как сказать, появилась некая такая возможность, которая раньше не проговаривалась, в принципе, вообще. Вплоть до очистки оружия вы сейчас можете отдавать все это на обслуживание в мастерскую. Там про арбалеты, про луки конкретно ничего не говорится по этому поводу, но как на оружие распространяется, как бы, все вот эти действия, ну, как бы, там, в целом. То есть, если вы меняете какую-то основную часть в оружии, не, условно говоря, прицельное приспособление, там, не знаю, ту же тетиву и так дальше, вы не можете это отдать, потому что у вас уже оружие. Вот вы, когда купите лук-арбалет с этими характеристиками, он встанет на учет у вас в Росгвардии, и отдать простую мастерскую его просто так вы уже не можете. Вы его даже передать никому не можете. А есть же, наверное, закон, касающийся оружия, запрете, там, замены самостоятельной модернизации оружия, вот, а замены, там, сетевые на арбалете, ну, это же такая значительная часть. Ну, конкретно, лука по арбалету, это еще ничего не прописано, но это основные части, как бы, лука-арбалета. Ну, пока это можно делать самостоятельно. Ну, самостоятельно, если его сделать, как бы, не проблема. Так, давайте, пока вернемся к твоему луку. Вот. Соответственно, расскажи про него, пожалуйста, ты сказал, ты франкенштейн какой-то, да, собранный из них лук? Лук у меня имеет характеристики, но его с собой просто нет, поскольку он там в сейфе дома лежит, а луки-арбалет, они должны храниться так же, как и любое охотничье оружие в сейфе. Именно те, которые... Да, сертифицированные, зарегистрированные, вот, со всеми, вытекающие отсюда, там, впоследствии. Он имеет характеристики, у меня 72 фунта, это где-то, там, 32 килограмма. То есть, вполне себе, я считаю, универсальный фунтаж, с которым можно охотиться, там, от медведя до сурка. Луки-арбалет, ну, как вы знаете, нет такого понимания, там, гидродинамический удар, вот. Есть кинетическая энергия, да, она для того, чтобы, там, иметь, определённую проникающую способность стрелы, которая ещё обусловлена наконечником. Поэтому, там, 70 фунтов, ну, вполне себе хватает пробить насквозь, там, того же медведя лось по киллзоне. А сколько есть стрелы, какой есть стрел? Стрелы разные. Я пользуюсь прицелом, у меня гармин, который позволяет и мерить расстояние. Есть свои в памяти пристрелочные позиции, определённые позиции. То есть, ты любой боекомплект можешь сохранить в память при определённых характеристиках. То есть, ты стрелу, там, 500 грейн пристрелял, забил её в профиль. Прям вся сетка меняется в прицельную? Нет, профиль, он запоминается. Ты, когда включаешь, убираешь профиль, ты под определённую стрелу, там, по-моему, до 10 профилей можешь сохранить. Ну, так же, как в ночных прицелах и в тепловизионных прицелах, есть профили, которые сохраняются. Это называется профиль, вспомнил. Вот, поэтому, скажем, на сурка идти, там, 70-грановой стрелой, каким-нибудь там шмайсером-наконечником, да, который, ну, там, заточен под какого-нибудь там носорога, к примеру, ну, просто неразумно, дорого и смысла нет. Поэтому используются какие-то шокеры, вплоть до того, что там китайские наконечники, потому что дистанция, там, порядка, там, 15 метров, и нет какой-то прецензионной точности в наконечнике, чтобы достигать каких-то, там, суперрезультатов. На дистанции 10-15 метров полетит там любой, там, восточный наконечник, худо-бедно, да, вот. А стрела уже, скажем, на такой более ответственной охоте, как, там, медведь-лось, там, да, уже подбираешь более тщательно соотношение наконечника стрелы, вот. Стрела порядка, в среднем, где-то, там, 500 грейнов, 450-500 грейнов. Ну, есть легче для маленьких, и есть меньше весом для маленьких каких-то зверей, да, и побольше для крупных. Сколько у тебя комплектов стрел есть? У меня два комплекта, три. Три комплекта? Три комплекта стрелы. Одни стрелы, которые идут под катушку с боуфишингом, чтобы стрелять, условно говоря, бобров. Все остальные стрелы, скажем, вот, там, медведя, там, до лоси и сурка, это еще одна категория стрел. Они, порядка, там, 500 грейнов. То есть, нет разницы, как стрела полетит, то есть, ты просто наконечник меняешь, на ней, условно говоря, шокер, на бродхед меняешь. Вот, а в массе она одинаковая стрела. У ней будет баллистика другая, но масса и характеристики стрелы, они одинаковые. Нет смысла менять, потому что, ну, без разницы. Не надо вот экспериментировать, там, на сурка, одну стрелу, там, на лоси, там, другую. А уже сверхзадачи, когда ты ставишь, ну, какие-то такие животные, там, африканские, потому что они очень крепкие на рану, они толстокожие, у них крупные кости, которые плохо пробиваются. Там уже, там, спецкомплект. Там же 700 грейн, там, двухлезвийные специальные наконечники а-ля Magnum, которые ты накручиваешь, там, другая баллистика. Ну, такие охоты, они крайне редкие, к ним готовишься, там, заранее, поэтому, это, скажем, такой эксклюзив. А по наконечникам есть какое-то предпочтение? Ну, мне нравится Fixed Black, ну, вот, Montegi, которые, вот, у нас, они тоже представлены. Ну, конечно, просто сейчас рекомендовал хорошо, он обслуживается супер, то есть, если ты не нарушила геометрию, он всегда легко подправляется на обычном точильном камне, летит идеально, вот, и, опять-таки, я говорю, и можно пулять и кабана, там, 40 килограмм, и охотиться также на лось. А раскрывашки? Раскрывашки имеют место быть, скажем, косули, ну, то есть, раскрывашки я использую на животных до где-то, там, 100-120 килограмм, не больше, потому что кинетическая энергия стрелы сильно теряется при раскрывании, но все зависит от конструкции наконечника, вот, и проникающая способность его где-то на 20-30 процентов, она снижается. То есть, раскрывашкой пробить, там, хорошего лосья, ну, практически невозможно, а бродок этого пробьет, там, насквозь. А мы стремимся к тому, чтобы стрела пробила, как бы, оба легких. Есть курс IBEP, так называемый, я в свое время очень, там, скажем, ну, ненастойчиво, а пытался продвигать так в массы, это международный International Bowhunting Condication Program, придумали американцы стандарт, по сути, это такой охот-миниум. Еще, вот, в начале, там, 2010-й, дальше год, я проводил семинары, достаточно большое количество людей через них, скажем так, прошли. Это как раз те базовые знания, теоретические, которые мы давали. То есть, я в свое время аккредитовался в международном сообществе, у нас есть Европейская Федерация, я вице-президентом ее состою, от России. Вот, это базовый стандарт, то есть, вот, в течение двух дней я проводил такой курс-тренинг, сдавался практический экзамен, мы выдавали такие сертификаты, они у нас легитимности тогда не имели. Вот, ну, в общем-то, есть, существует курс, и если будут желающие, его можно, в общем-то, так реанимировать и проводить, как бы, заново. Это не та, в случае, Майбио Федерация, не от нее курс? Нет, это курс, он сам iBEP, есть Bull Hunting International, американская, ну, организация международная, вот. Это ихний стандарт, один из, он не один, ну, по сути, в той же Америке, там, в каждом штате свои правила, там, охоты, вот. Вот, он, скажем так, принят большинством, ну, и, по сути, те каноны, которые декларируют каждый, там, штатов, организаций, то есть, он, его можно транслировать, там, ну, на любое. Единственное, в каждой стране есть своя специфика в виде законов, ну, скажем, если брать по европейским странам, ну, где-то, допустим, ограничения по видовому составу, там, в той же Финляндии, то есть, максимум, кого-то можно добывать с лукой, это только косули. У французов, у них самая доступная, скажем так, охота с лукой, то есть, они там практически все могут добывать с лукой, скажем, родину Робин Гуда, Великобритания, охота с лукой невозможна, то есть, там, закрыто, вот. В каждой стране есть свои, как бы, там, нюансы, та же Германия, все немцы ездят, охотятся во Францию, там, с лукой, все хорошо. Ну, этот курс Айбэп, это, говорю, это охот-меним, то есть, начинает матчасть, анатомия животного, приманивание, тактики стрельбы, общие настройки лука, вот эти знания базовые мы все даем. То есть, туда может пойти человек, который вообще еще в луках, да, не разбирается. Но он должен быть охотником, потому что охотника проще научить, прям в разы, что-то добывать с лука, нежели взять чемпиона, сейчас какой-то мастер спорта по стрельбе из лука, это будет небо и земля. Потому что охотнику нужно просто научиться стрелять из лука, это можно сделать достаточно быстро при определенном науке. То есть, в свое время, вот, компания «Интерлопер», да, которую ты тоже знаешь, вот, Эдик Харчевников, который там в свое время там работал, вот он меня там за один день научил стрелять из лука, я к нему пришел. У меня тренер тоже всегда говорил, что если умеешь стрелять из чего-то из одного, значит, из всего остального тоже запросто проблемы были. Поэтому вот Эдуард Харчевников научил меня стрелять из лука. И все, я через месяц уже был там с первыми трофеями. Что ж, друзья, видео получается достаточно большим, поэтому мы решили разделить его на две части. И одна часть выходит на этом канале, а вторая на канале Бирхантер. Ссылочка будет в описании. На этом я с вами прощаюсь, но я надеюсь, видео было интересным и полезным. Напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментарии. Сергей или мы на них с удовольствием ответим. И на этом все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот охота на сурка с арбалетом.